А почему Битрайдер пошел в мид, если против Найкса Битрайдер очень плохо стоит? Не очень понимаю. Странный мув какой-то от Ликвидов, согласитесь. То есть, Битрайдер... Ну, Найкс это прямая контра Битрайдеру, потому что Рэйдж снимает все стаки. Сколько бы Койква стаков не кидал, Витюн будет нажимать кнопку, и все стаки будут спадать. Только Койква накидает еще, там, 4-5 стаков, как раз пройдет кулдаун. Стики есть, которые заряжаются, поэтому мана будет всегда на Рэйдж. Ну и все. И это просто цикличная такая история. Что бы здесь ни делал Койква, он никак здесь Найксу не помешает. Банша-то тоже не помешает, но, во-первых, мне кажется, Банша, ну, хоть чуть-чуть лучше стоит. Есть у меня такое мнение. А во-вторых, мне кажется, что линия Битрайдер-Висп, она ярче, чем Висп Банша. Ой, как бы Тайга не старался, как бы Тайга не пытался, но Тайга обосрался. Тут тоже смог на смог. На хайграунде стоит Ликвид, это неприятно! Оу, надо Найкса, можно попробовать как-то убить его. О, нет, не Найкса пытаются убить, я говорю, Найкс-то живой. Рэйджуху подрубает. Вот яйцо взрывается, отлично, оно работает против Спектры, как я уже говорил. И вот Спектру просто съедают, да. Дефолтный этот билд на Найксе, когда тебе нужен именно бёрст урон против героев типа Спектры. Просто Армлет Дизоль. Там ещё Башер раньше был, как правило, но тут Манта. А на какой херму Манта? А, ну потому что Сайленс у Банши, вот на такой херму Манта. Вот, и... Действительно, Спектру он прогрозает. Правда, здесь через байбеки кое-как получилось отбиться. А кто байбекнулся, а? Ах, кто байбекнулся. Кто-то там байбекнулся, ну, в общем-то, насрать. Драка какая есть, но вообще не очень правильно, объективно говоря, не очень правильно сделали сейчас Нави, потому что заходить на чужой ХГ, на чужой ХГ заходить, это всегда такая себе история. Потому что, как говорил ещё Оби-Ван, собственно, в Звёздных Войнах, всё закончено, Энакин, я стою выше тебя, понимаете? В то время, когда я смотрел этот фильм, я вообще не понял, в смысле всё закончено, какая нахер разница, где ты стоишь, чел. Но потом я в Доту поиграл, и я понял. Хайграунды, конечно, решают невероятно, потому что Вижен, ты получаешь впервые твоего оппонента, и у тебя есть порой на несколько секунд больше, чтобы сориентироваться. Вот. Чтобы сориентироваться и что-то сделать. Поэтому тут Нави... Ну, это опрометчивые такие заходы. Да, у них, конечно, есть Вижен. Вижен. Неплохой. Но, видите, как получилось? Так сложилось, что этот Вижен, он стоит вот там, подальше. И они, в принципе, понимали, возможно, что тут кто-то есть. Но в конкретном месте, где драка шла, Вижен был как раз-таки у Ликвид. В этой игре изначально было плюс-минус понятно. Да, естественно, я знал результат, поэтому это было ещё более понятно. Но тут, в принципе, если так посмотреть, действительно, с Найксом очень тяжело разобраться. Вот против Найкса, ну, практически ноль персонажей у Ликвид. То есть, кое-как, более-менее, туда-сюда Бэтрайдер. По игре. Исключительно по игре. Но не на линии. Они ещё и на линии поставили Бэтрайдера против Найкса. Что вообще вызывает вопрос. Говорил, что в соло проебал. Кстати, для антимага игра во многом хорошая. Во многом хорошая. Один из его противников это Шторм. Ну, соответственно, если у антимага всё хорошо, то Шторм это не противник для антимага. На самом деле, там наоборот ситуация, да. Шторм не знает, что делать вообще с ним. А второй противник это Джаггер. Джаггер тоже против антимага. Герой хреновый, потому что он не может с него ульт юзать. Ну, практически никогда. Антимаг либо Блинг сделает, либо вообще нажмёт Контерспелл. Там такое начнётся, что мама не горюй. Но есть вот Легионка. Легионка это неприятно. Да. Легионка может ловить Шторм антимага. Где-то по игре. И, возможно, как-то так оно происходить здесь и будет. Конечно, гуляет. Хочет какой-то вардик поставить глубокий. Да, поставил глубокий вардик. И полетел вниз. Интересно, зачем нужен этот вард? Есть идеи? У меня вот, кстати, нет. По-моему, бесполезный абсолютно вард. Ну, то есть, да? Что видит этот вард? Курьеры, которые идут по этой линии, этот вард их не видит. Потому что они идут, ну, далеко. Курьеры, которые идут по центру, их вард не видит. А что он видит-то? Эншентов? Там эншенты! Каждую минуту можно смотреть на эншентов противника. Они все еще там стоят. Да-а-а. Все еще стоят. Да-а-а. Все еще стоят. Да-а. Все еще стоят. Да-а. А висп снизу. Ну, посчитали, что висп АМ, висп лучше АМу поможет. В этом есть как своя логика, так и своя... Как и свои контраргументы. Например, висп действительно поможет антимагу, да? Пофармить. Но висп всегда будет с антимагом, скорее всего. И будет маленький уровень антимага. Это на самом деле проблема. То есть не только шмотки же решают, но и левел. И на такой ситуации возникает, что стоял где-то, ну, на достаточно таком фрифармовом фрифарме стоял какой-то корр. Фрифарм ему обеспечивали два героя, то есть трипла. В итоге этот корр действительно классно фармил. Все там добивал. Но у него в какой-то момент просто, не знаю, третий уровень. Четвертый. А у корра оппонента, может даже у него и там как-то и поменьше получилось денег, предположим. Но уровень у него при этом какой-нибудь шестой, седьмой. И в один момент этот корр просто приходит на линию к корру четвертого уровня. И что делать? Или мидер какой-то приходит, у которого большой уровень тоже оказывается. То есть уровень-то как достигается, собственно говоря? Уровень достигается тем, что отводят крипов. Вот знаете, иногда, иногда, когда с вами какой-то мистер чел на линии стоит, мистер чел в паблике, вы отводите вот здесь вот одинарный спаун. А он на вас кликает, ставив плюс, если такое было. Вот так вот, сука, ты че одинарный отводишь? А-а-а-а! Лайд пропушится! Ну, как бы, всегда отводят одинарный спаун, практически. Ну, вот как вы видите, вот это, liquid insane отводит одинарный спаун. Зачем? Потому что пока он здесь отводит одинарный спаун, сливает немножко крипов и что-то там подфармливает, его кэри в соло лутает экспу. И в этом смысл. Поняли, в чем смысл? Чтобы кэри лутал экспу. И ты все время с ним не стоял. Потому что для кэри важны не только деньги, но и опыт. И то, что там где-то что-то лайн может куда-то пропушиться, это не так страшно. А вот пока, вот видите, тут что-то развлекается инсения, что-то воюет, что-то там отвел. А джаггер здесь на экспе. Вот, ну инсения сейчас вынуждена к нему пойти, потому что лицо разбивают. Вот. Ну и в итоге, видите, джаггер сейчас будет четвертый, а инсения третий с половиной. Потому что джаггеру побольше опыта дают. В идеале, как бы, в идеальном мире, вообще весь практически опыт, ну, как бы, инсения рад отдать джаггеру. Вот видите, он сейчас не подходит к крипам. Он стоит на таком ренже, чтобы опыт не лутать. И тут откуда-то взялся Витюн, и он такой. Хочу делать убийство. Ооо, арчит! Откуда у него взялся арчит? У него был арчит! Чел, на антимаге, у него был арчит! Бля, Витюн соло проебывает. Да, но это ведь он исполнил прям мега-мем. Ну, он под чужой вижен пошел. На антимаге. Ну, типа, как в тот момент, когда до Battle Fury оставалось пара соток, и вот они здесь. Ты просто их дофармливаешь, и уже на 13-й минуте начинаешь фармить лес. Да, на антимаге с БФ-кой. То есть, очень ранний тайминг, и просто спокойно фармишь. А вместо этого смерть. Естественно, отняли немного денег. Плюс, в этот момент он не фармил. Сейчас появится, куда-то надо делать ТП там фармить. Куда делать ТП, он вообще? Делать ТП наверх. И будет в лесу добивать. И, реально, на пару... Ну, чуть ли не на пару минут отложился тайминг БФ у него. Да, и тут его... Ну, это, в принципе, супер-мега-ошибка. Да, видите, он начал захватывать Иван Пост на антимаге. На антимаге начал захватывать Иван Пост. То есть, это должен делать... Ну, Дизраптор, ну, Слардар там. Но он начал это делать на антимаге. Висп пытался его спасти. Висп пытался его спасти. Но... Никак. Там всё, что мог, Роджер сделал, вроде бы. Нажал и стики там, и Мекку, и Тезер, и всякие. Оверчарджи. Всё, нажал. Ультимейт тоже нажал, но ему его сбили с Аленсом как раз-таки. Но... А помощь не пришла. Может быть, если бы там Джаггеры, ой, эти... Тинни, Слардары всякие, напрыгнули бы сверху и... Подстанили бы тех, кто не в БКБ. Может, как-то бы антимагу хватило бы там ХП. И как-то на лоу ХП он бы дал бы блинг. И кто знает, кто знает, кто знает. Но этого не случилось. Бокси БКБ случайно же бжал. Да зачем он вообще кастовал эту святыню? Его саппорты сказали не наше это дело. Тебе нужна ХПСа на кастуле. Хе-хе. Ну, я думаю, что кто-то... Кто-то говорит, блин, пойдем в святыню захватим. Вот. Почему святыня-то, кстати? А ванпост, короче. Пойдем ванпост захватим. Типа успеем там до 30-й. Да, гоу, пойдем. Ну и такой Витюн говорит, я успеваю, успеваю. Типа он прыгнул, они не подумали. Они не подумали про то, что... Это изи момент напасть. И они просто подарили, да, такую возможность Ликвидам напасть на себя. Именно на антимага напасть. Вот, да, вот. Да, и в итоге... Постоянно кто-то умирает. Какой-то чейнфит пошел. Айсберг здесь убегает. Гели битый. Антимаг! А, нет, антимаг, это вот антимаг! Ой, айсберг с Витюном просто под фонтан их загнали. Ну, здесь минус две стороны. Понятно, короче. 21 тысяча перефарма. Здесь, конечно, антимаг уже ничего не вывезет, потому что... Не его это... Не его это, как говорится, возможности подобную игру вывозить. Стоят на Рошане. А что вы тут стоите? А, просто стоят на Рошане. И, ну, у вас там проблемы, ребят. Определенного рода. Вот это называется проблемы. Если их не пофиксить, трон упадет. Притом, ну, довольно скоро, кстати, упадет. Крипов тут реально много. Крипов тут реально очень много. Они идут, их все больше. Они начинают грызть вышки. Ну, я понял. Это такой улынчик. Они понадеялись какую-то драку выиграть, но они ее не выиграли. Решили ливнуть. Продолжение следует... Спасибо.